Буквально несколько минут назад крупный телеграм-канал сообщил печальную новость о заслуженном артисте России известном певце Ярославе Евдокимове. Несчастье произошло сегодня утром в районе трассы Москва-Киев. Сегодня утром группа известных артистов, включая Полину Гагарину, Дмитрия Билана и Владимира Винокура, двигались на выездной концерт в поддержку спецоперации. Владимир Винокур и Ярослав Евдокимов вместе с супругой Ириной ехали в одной машине. За рулем находился 75-летний Ярослав Александрович. По предварительным данным машина Ярослава Евдокимова сильно отстала от основной массы артистов, им пришлось ехать по обходной дороге. Как уже позже сообщила супруга Ярослава Евдокимова Ирина, Владимиру Винокуру стало плохо прямо в машине. Владимир Натанович уже несколько лет страдает сердечной недостаточностью. Ярославу Евдокимову пришлось изменить маршрут и довести Владимира Винокура до ближайшей больницы. Однако после произошедшего события Ярослав Евдокимов был не так внимателен за рулем и часто отвлекался на разговоры со своей супругой. Супруга Ирина корит себя и признается, что сама отвлекла мужа в ответственный момент. По данным полиции, Ярослав Александрович отвлекся на дороге и не увидел идущий навстречу автобус с надписью «Дети». Еще несколько лет назад Ярослав Евдокимов получил медаль за спасение ребенка, тонущего в реке. Поэтому у российского исполнителя особенное отношение к детям. Исполнитель музыкальных хитов «Фантазер» из «За Дунаем» в последний момент попытался избежать лобового столкновения и увел свою машину в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия дети в автобусе не пострадали. Супруга Ирина отделалась легкими ушибами, так как была на заднем сидении и сработала подушка безопасности. Однако для 75-летнего Ярослава Евдокимова все закончилось весьма печально. Сначала появилась информация, что исполнитель скончался от полученных травм, несовместимых с жизнью. Однако позже стало известно, что артист был доставлен в ту же больницу, где сейчас находится Владимир Винокур. У Ярослава Евдокимова диагностированы травмы и ушибы разной тяжести. Состояние здоровья оценивается как тяжелое.